7 февраля в Доме культуры «Молодость» прошло собрание представителей трудовых коллективов и общественности города. Традиционно подвели итоги деятельности за год, озвучили перспективные планы развития и сообща порадовались успешно реализованным проектом. Среди делегатов собрания было порядка 500 руководителей и представителей трудовых коллективов промышленных предприятий и учреждений города, предприниматели, работники сферы здравоохранения, образования и культуры. Социальных служб и общественных организаций, уважаемые ветераны. В качестве почетных гостей были приглашены заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семко, депутаты законодательного собрания Анатолий Григорьев и Борис Прилепский, глава Искитимского района и председатель районного совета депутатов, представители администрации города Берска. С докладом об основных направлениях социально-экономического развития Искитима, итогах года и планах на перспективу выступил глава города Сергей Завражин. Сегодня в экономике города занято 27,5 тысяч человек. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,8%. Среднемесячная зарплата выросла на 4,2% и составила около 32 тысяч рублей. Среднемесячный доход населения составил около 23,5 тысяч рублей. В повышение качества жизни горожан в прошедшем году вложено максимум сил и средств. И для этого использованы не только внутренние ресурсы. Мы опирались не только на возможности местного бюджета, но и активно искали пути дополнительного финансирования, привлекая средства областного и федерального бюджетов, в том числе через участие в национальных проектах. Сергей Владимирович подчеркнул, что итогом совместных усилий стали конкретные результаты и привел примеры ключевых экономических показателей за отчетный год. Отмечается рост промышленного производства в городе. Его индекс составил 106,6%. Опережающими темпами росло производство металлоизделий и извести в 1,6 раза. Щебня на 27%, сэндвич панелей на 19%, сборного железобетона на 10%. В производстве пищевых продуктов наблюдается увеличение по выпуску безалкогольных напитков и мороженого на 34,6% соответственно. Благодаря масштабным инвестиционным проектам город не только экономически развивается, но и становится экологически чище. Немало работ в Искитиме было осуществлено в рамках проектов «Безопасные качественные дороги» и «Комфортная городская среда», о чем сообщила в со-докладе заместитель директора управления ЖКХ Марина Овчинникова. Об успешной деятельности предприятий и выпуске продукции поделились в докладах директор общества с ограниченной ответственностью «Искитимский кондитер» Сергей Аистов и генеральный директор открытого акционерного общества «Искитимизвесть» Сергей Оверченков. Мы производим излишку новую, излишку гидратную, излишку дробленную и инертные материалы различных прайсов. Предприятие не стоит на месте, динамично развивается. Ростный объем производства продукции, новые технологии, техническое переворужение. Наше предприятие находится в санитарно-защитной зоне, рядышком река, живые поселения. И мы, соответственно, должны думать об экологии. И на предприятии произведено техническое переворужение, масштабная модернизация, вложение серьезных инвестиций в современные аспирационные установки в известковом и вборном цепи. Пять лет назад фабрика укрепила свои позиции. Для этого был расширен ассортимент, изменен ассортимент. Было приобретено две линии, одна конфетная, другая зефирная линия, а также упаковочные. В этом году фабрика планирует приобрести автоматизированную линию по производству пармелада. Заключены контракты с федеральными сетями, расширена территория. Более того, благодарю администрацию нашего города на сегодняшний день, благодаря им проведены переговоры с Китайской Народной Республикой. Надеюсь очень, что эти переговоры превратятся в контракт, и возможно, что мы в ближайшее время начнем поставки. Мы сегодня говорили много об экологии. Так вот, как раз этот завод, он заботится об экологии нашего города, так как из дымов от котельной как раз и получается. Мы берем дымы от котельной, достаем оттуда углекислоту, а, соответственно, воздух идет пар. Поэтому небо нашего города станет еще чище. О реализации национальных проектов в Искитиме с докладами выступили главный врач Искитимской центральной городской больницы Алексей Кайгородов и начальник управления культуры города Вадим Матушкин. Директор управления образования и молодежной политики Вячеслав Бесхлебный рассказал о молодежной политике на территории Искитима. В рамках федерального проекта «Диалог на равных» проведены три встречи для студентов. Молодым людям удалось пообщаться и задать волнующие вопросы главе города, председателю Совета депутатов и заместителю главы по социальным вопросам. Уважаемые руководители предприятий и учреждений города, эти встречи нужны, чтобы представители поколений конца 90-х и 2000-х годов увидели, к чему надо стремиться, что нужно беречь, о чем и о ком нужно заботиться. На таких встречах рождаются идеи добрых начинаний. В наших силах сделать жизнь молодых жителей города интересной и полезной. Городом оказывается содействие реализации творческого и интеллектуального потенциала молодежи, привлечению к спорту и здоровому образу жизни. Создаются условия для воспитания гражданственности и патриотизма, формирования семейных ценностей, профилактики социальных явлений в молодежной среде и для развития перспективных молодых талантов. Это и творческие конкурсы, концерты, фестивали, в которые вовлечено более 3000 человек, и другие массовые городские мероприятия. По итогам ежегодного городского фестиваля, фестиваль молодых идей, 8 проектов получили финансовую поддержку из средств местного бюджета на общую сумму 150 тысяч рублей. И это здорово, когда работа молодых совпадает с их интересами и еще и получает финансовую поддержку. Нельзя сегодня обойти вниманием и следующие ключевые события для молодых эскетинцев. В декабре 2019 года впервые был организован муниципальный форум, который собрал более 100 молодых граждан на площадках по направлениям волонтерское движение, молодежное участие, предпринимательство, студенческое движение. Представители младшего поколения из ГИКИМа активно участвуют практически во всех масштабных проектах, проводимых управлением молодежной политики Новосибирской области. Немаловажную роль играет сегодня и поддержка обучающихся школ и средних профессиональных образовательных учреждений. 115 школьникам-отличникам, 24 лучшим студентам, 40 одаренным детям в области культуры, искусства, спорта, дополнительного образования в торжественной обстановке вручены именные свидетельства о награждении стипендиями главы города. И я надеюсь, что эта традиция в нашем городе сохранится. Хочу отметить, что ИСКИМ признан лидером по направлениям молодежное предпринимательство, волонтерство, теперь дружина, в рейтинге работы органов местного самоуправления по работе с молодежью Новосибирской областью за 2019 год. В своем обращении к делегатам собрания заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сенка поблагодарил ИСКИМцев за выполнение поставленных целей в 2019 году и обозначил проблемные моменты. К сожалению, уже два года, как в городе ИСКИМе, происходят зимой аварии на системе теплооснабжения. Вот сейчас еще и водоснабжение тоже. Мы договорились с главой, что мы посмотрим и уже представлены администрацией города ИСКИМа схемы теплооснабжения именно тех аварийных участков, которые в этом году надо подлатать. И я очень надеюсь, что мы вовремя и профинансируем, и беру эти обязательства вовремя и профинансируем, и начнем те ремонтные работы на тех аварийных участках, где надо это делать. Беспокоит то, что инвестиции в промышленность снизились. Снизились инвестиции в промышленность, инвестиции в промышленное строительство. Вот тут задача, и в том числе она сейчас решается вместе по привлечению дополнительных инвестиций. Новые инвесторы и с администрацией города сейчас как раз обсуждаем выбор земельного участка для потенциального инвестора, который приходит практически тем же заниматься, что мы увидели на экране и в докладе здесь, на Канедевской фабрике. То есть это получение углекислого газа, углекислоты, но только в больших промышленных масштабах. Благодарю за те инвестиции, которые увеличились в жилищное строительство, которые увеличились в экологические проекты. Все-таки город Эскетим, Алексей Веслевич, пока еще больше 50 тысяч, и будет больше 50 тысяч. И благодаря вложению в экологические проекты, очень надеюсь, что цифра жителей города Эскетима и Эскетимского района будет увеличиваться вместе с развитием экономики, с увеличением, с благополучной экологической ситуацией. Поэтому спасибо всем за работу. Кульминацией собрания стала церемония награждения делегатов. Награжденным знаком почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации награждается Албакирова Валентина Телюбековна. Почетный главный губернатор Новосибирской области награждается Кринков Олег Николаевич, директор муниципального образования в учреждении города Эскетима Новосибирской области Центр губернаторского и социального обеспечения. За заслуги и осуществление мер обеспечен деятельности в разватах организации многолетний добросовестный труд. Своих обладателей нашли благодарственные письма губернатора Новосибирской области и Министерства образования Новосибирской области, а также почетные грамоты и благодарности Законодательного собрания Новосибирской области. Почетные грамоты Законодательного собрания Новосибирской области награждается Ларионова Галина Николаевна, начальник горного цеха открытого акционерного общества Эскетим-Извезд. За многолетний добросовестный труд и высокие достижения профессионалов.